Мы сегодня решили выбраться за пределы нашего роскошного отеля. У меня такое ощущение, что мы идем по помойной яме. Это обычный домик. Это было три бассейна на территории, достаточно красивая зеленая территория. Порядка там 13-14 тысяч рублей. А теперь, друзья, вся правда об отдыхе богатых и университетах. Я уверена, что сумма в 50 тысяч евро легко достигаема. Мы тут покупали фрукты, а они были просрочены. Поэтому, если вы хотите получать желаемое, то скандальте. Главная проблема, как перейти дорогу. Так, друзья, мы сегодня решили выбраться за пределы нашего роскошного отеля, потому что вся наша жизнь протекает здесь. Потому что у нас есть два чуда, которые, собственно, диктуют нам, чем мы будем заниматься на этом отдыхе. И они диктуют нам отдыхать, никуда особо не ходить. Но мы сегодня хотим специально выйти пешком из отеля и показать вам, что находится за его окрестностями. Потому что жизнь очень сильно на Бали отличается от того, что есть там. Короче говоря, у нас будет классное сегодня кривое видео. Так что смотрите обязательно. Все, кстати, ездят на мопедах. Самый классный здесь вид транспорта. Ну, судя по ширине дороги, в принципе, это понятно. У меня такое ощущение, что мы идем по помойной яме. Когда вам кажется, что в вашей жизни жопа, всегда можно заняться чем-то приятным. Вот, собственно, может, не такая у вас уже и жопа. А теперь, друзья, вся правда об отдыхе богатых и знаменитых. На самом деле, честно вам скажу, этот отдых был очень особенным. И мы не забудем его никогда. Потому что ровно за неделю, в воскресенье, до нашего отлета, наша старшая дочь, семилетняя, заболела ветрянкой. И это был такой ад, понимание того, что у тебя две дочери, и что у второй дочери, скорее всего, нет шансов. А период инкубационный 21 день, и он так или иначе попадает на нашу поездку. И, конечно же, это было стрессом и шоком. Я нигде об этом не писала, не делилась. Потому что эта новость буквально парализовала меня. Я проплакала прямо в кабинете у детского педиатра. И мы, собственно, начали... Ну, мы приняли решение, что мы будем лететь, не понимая, как это делать. Это как раз тот самый случай, когда говорим о том, что решать проблемы нужно по мере их поступления. И, собственно, делать так, как делать. Я рассказываю вам об этом для того, чтобы вы знали, что мы все абсолютно, все абсолютно живые люди. И у нас у всех происходят вот такие вот вещи. И первая наша дочь сотворила какое-то чудо. У нее была очень легкая ветрянка, к счастью, по меркам тех, которым я ожидала. И когда мы уже были в самолете, уже ничего не было на ней видно. Благо, сегодня не надо мазать детей зеленкой, у нее было не так много высыпаний. И когда она приехала, уже через два дня она купалась в бассейне. Но самое ужасное, конечно же, случилось через неделю ровно в нашем отдыхе. Это было очередное воскресенье. Две недели спустя, когда болела наша старшая дочь, и уже отошла, и уже чувствовала себя прекрасно. И мы надели, что нас пронесет, заболела наша младшая. И, к сожалению, совсем другой формой ветрянкой. Потому что она буквально вся покрылась этими маленькими пузырьками. И это был очередной ужас, потому что ей нельзя было выходить на солнце, ей нельзя купаться. И у нас есть старшая дочь, младшая дочь. И вот это, конечно, был такой кошмар, который очень сильно, естественно, отразился на мне. Поэтому просто я говорю вам о том, что, помните, когда возникают много разных ситуаций, которые очень тяжело пережить, особенности, это связано с нашими детьми, как мама, я это могу сказать. Когда не то, что бизнеса не хочется, вообще ни черта в жизни не хочется. Помните о том, что это происходит у всех, и, как говорится, это тоже пройдет. И нужно просто набраться выдержки, терпения и пережить это. Сегодня, вот на тот момент, когда я снимаю этот влог, к счастью, ей уже гораздо лучше, уже потихонечку все заживает, уже реанимируется все, ну и наш отдых, собственно, тоже подходит к концу. Поэтому, когда вы смотрите шикарные картинки у других людей и завидуете их жизни, помните о том, что и у шикарных картинок, и у шикарных людей есть такие же обычные проблемы, как у вас. И этим месседжем я просто хочу вам напомнить об этом, чтобы вы, когда, может быть, смотрели, где-то там завидовали, или уберите эти мысли от себя, помните, что всегда во всем есть две стороны абсолютно, абсолютно у каждого человека. И то, насколько будет хорошая сторона перевешивать сложную сторону, такую неприятную, зависит исключительно от нас. Но есть некоторые моменты, которые мы, к сожалению, все должны пройти, и они делают наш иммунитет, наше здоровье, наши мозги очень часто, а просто делают нас сильнее. Так, ребят, мы хотели вам, ну, снимая, в общем-то, о своем пребывании на Бали, вы, наверное, увидели, что мы тут особо сильно не путешествуем, потому что, как я уже говорила, мы с детьми находимся, да и вообще, если честно признаться, мы с Серегой не очень-то супер путешественники. Для нас отдых – это больше возможность переключиться. И мы в очередной раз поняли, что весь этот год, он был для нас очень сложным, который прошел. И сложным был, потому что мы, как бы, прощались со старым и переходили на новое, да, и было очень страшно остановиться, потому что, ну, как бы, по сути, мы закрыли одни бизнесы и начали новый. И когда вы за нами смотрите, вам, может быть, кажется, что мы все время, ну, как бы, все нормально, а деньги продолжают откуда-то течь, но это не так, и мы все время над этим работаем. И мы сейчас, когда вот мы остановились, наконец-то выдохнули, мы очень много времени здесь буквально с первого дня посвящаем тому, чтобы обсуждать и работать над своим собственным бизнесом. И, наверное, в первый раз это настолько классно и увлекательно, что нам даже не захотелось ни разу, да, остановиться, типа, сказать, давай четыре дня об этом не говорим, хотя обычно у нас так происходит. Мы на второй день начали сразу же генерить. Вот, на второй день генерить снимать не из-за страха, а потому что, ну, как-то по кайфу стало понятнее, о чем мы хотим рассказать, что, где, почему, и вот на этом балконе, в частности, родилось огромное количество новых идей. И мы хотели вам вообще показать и рассказать о том, что мы работаем над своим бизнесом постоянно на самом деле, просто в Киеве это более такие, ну, какие-то мелкие, да, вещи. Больше текучки получают. Огромное количество текучки, съемки, какие-то такие проговоренности. И вот здесь мы ведем все в онлайне, но я все-таки взяла блокнот. Я волнуюсь. Чашка. Чашка с чаем. Вот, я поставлю. Взяла блокнот, потому что уже очень много всего нагенерили, и иногда для того, чтобы к системе прийти, как это все будет выглядеть, мне гораздо удобнее написать все на бумаге и увидеть глазами. И вот, в частности, сейчас мы работаем, и, в общем, очень много времени как раз, наверное, посвящали всему, чему здесь написано, это стратегия нашего YouTube-канала. Потому что наш YouTube-канал становится для нас, мы уже об этом официально заявляем, становится для нас нашим ключевым местом развития. Развития нас как личности, развития нашего бизнеса, нашим бизнесом, нашим способом взаимодействия с другими людьми, нашим способом нести свою миссию, да, потому что она у нас есть, нам очень важно, очень нравится и ценно для нас. Иметь возможность, это такие королевские замашки, влиять на качественное изменение мира через развитие и изменение вашего мышления. Потому что любые наши трансформации, которые у нас происходят, они происходят только потому, что в нашей голове становится мало, да, мы начинаем думать больше, чем коробка, которой нужна сена. Или в какой-то момент мы начинаем больше хотеть развития, нежели, чем просто какую-то сумочку. То есть у нас появляются вот эти желания, и они нам не движутся. С Новым годом! С Новым годом! Куда идете? Куда-то прямо гуляем! Прямо? Зачем? Ты откуда русский знаешь так? На машина поехали! Машина! Ааа! Так, у нас сегодня вечерний, почти ночной влог нашего ужина. В ресторане, очень красивое место, все сидят, правда, внутри. Я, честно говоря, приезжаю в ресторан, чтобы сидеть, вернее, на отдых, чтобы сидеть снаружи, потому что очень сильно холодно. Вчера мы сидели в этом ресторане в полотенцах. Это отвратительно, согласитесь, потому что детям холодно. Емустик, не стучи, пожалуйста. Вот, я хочу показать вам немножко площадку. Вот такую красивую, очень люстру. Вот, они все специально зачехляют, почему-то, заметьте. Вот, и хотят всех обслуживать внутри. Но, помните, главное правило о том, что, когда клиент скандалит, ему все делают так, как он хочет. Поэтому, если вы хотите получать желаемое, то скандальте. Ну, или хотя бы не скандальте, а просто настаивайте на своем, и у вас есть шансы. Тем более, если вы в отеле, и вас вряд ли кто-то пошлет, ну, так, как, например, я иногда могу это сделать. Вот, поэтому мы сейчас ждем, и я хочу показать вам ужин, обсудить немножечко интересно цены. Но мы приняли решение ужинать сейчас только в ресторане, потому что, когда мы были в Бли Коллекшн, я там не закончила видео, но это было отвратительно. Мы отдали там 40 или 50 долларов за почти за ничего, как по мне. Были маленькие порции, было не очень вкусно, и было все очень спайси. Хотя мы 300 раз сказали, что не спайси. В отеле понимают, что такое не спайси. Давайте посмотрим менюшки. Начнем с детского меню. Значит, что здесь есть? Есть закуски, супы. Значит, все в тысячах указано, а 88 тысяч – это примерно сколько? Ну, ты курс назови, 14 тысяч – один доллар. 14 тысяч – один доллар, да, давайте так. Значит, смотрите, есть, естественно, всякие сэндвичи, бургеры. Есть рис и картошка фри. Мы заказываем сейчас два блюда. О, спасибо большое, мы осветите. Мы заказываем два блюда сейчас на четверых. Почему? Потому что мы наедаем, сейчас принесут блюда, вы посмотрите. Причем заказываем их с детского меню, потому что попробовали, нам очень понравилось. И вот вечером мы как бы таким образом… Не острые. Да, и они не острые. Мы таким образом ужинаем. Ну, не всегда, но сегодня это будет так. И теперь давайте посмотрим, собственно, вот это то, чем мы не пользуемся, да. То есть, естественно, что на напитках всегда зарабатывают, это вполне нормально. Ну, вот какие-то напитки. Виска, виски там 120 тысяч, да, ром 120 тысяч, водка 120 тысяч. Ну, такая универсальная какая-то цена. Давайте посмотрим, Red Bull 55 тысяч, Coca-Cola 45 тысяч. Помните, да, что мы за 11 или за 14 тысяч мы купили водичку в супермаркете. Ну, просто, чтобы вы по ценам ориентировались. Например, джунсы всякие 75 тысяч, водичка вот 35 тысяч стоит. Это получается где-то 3 доллара. Ну, чуть больше 2 доллара. Чуть больше 2 доллара. Ну, то есть, в принципе, как бы норм. Ну, кстати, в отеле очень… Мои дети. В отеле очень много дают воды Best Lout. Ну, кстати, очень много. То есть, обычно в таких отелях много ее не дают, чтобы мы все покупали. Ну, теперь давайте посмотрим. Вот веганское какое-то меню. Ну, давайте на что-нибудь более такое понятное. Паста, да, паста. 159 тысяч, 159 тысяч, 209 тысяч. Ну, 159 тысяч – это где-то 11-12 долларов. Ну, да, 11-15 долларов. 11-15 долларов, да. Теперь, если мы говорим об основных блюдах, то вот, например, у нас есть, ну, вот что-то рыбное 250 тысяч, 500 тысяч, 500 тысяч, тысяча, а вся рыба стоит… Ой, миллион, вернее. А вся рыба по 100 грамм, в принципе, считается. Но хочу сказать сразу же, ну, вот можете посмотреть на цены, что здесь есть интересного. Во-первых, на Бали есть такой сюрприз. Значит, это 10%, которые мы платим за обслуживание, и 11%, которые у них там текст какая-то. То есть 21 тысяча, ой, 21 тысяча, 21% мы платим еще плюс к тем ценам, которые мы здесь видим. К этому нужно быть готовым, потому что 21% – это серьезно. В супермаркетах этого нету, можем спать спокойно. Так, вот покажу вам наших красивых мальчиков-официантов. Вот, красивые тарелочки. Вот мы еще не начали есть, нам здесь принесли вкусный хлебушек, вкусное масло, комплименты, и креветки. Сейчас меня засервируют, я вам покажу тарелку. Нет, подожди, меня засервируют, стоять. Вот, моя красивая тарелочка, я обожаю красивую посуду, Ева обожает палочки. Ева, тебе нравятся эти палочки? У Ева, кстати, браслет на руке от москитов, комаров, очень сильно кусают. Мой совет всем мамочкам, если едете, берите обязательно с собой одежду с длинным рукавом, со всем, чтобы ночью ребенок спал, потому что нас кусают. Вот, несмотря на все наши вспомогательные какие-то вещи. Сейчас мальчик красиво мне все это сделает. Поверьте, ни в одном ресторане на улице он такой красоты не сделает. Это тоже все комплименты. Короче, можно наесться большим количеством хлеба, и это жареные креветки, пока тебе не принесут еду. Вот, да? Так, ну вот, собственно, нам принесли два блюда. Достаточно серьезные порции, я не знаю, видите вы их или нет. Вот, это курочка, как чекен наггетс, это рис с морепродуктами. Ну, тут очень большая порция, ну, то есть я не знаю, как вам это объяснить, но мы с Сергеем даже вдвоем не можем ее осилить. Тут есть курочки еще кусочек, омлет, соус, рисовые чипсы. Ну, в общем, вот этой едой мы вчетвером наедаемся, ну, прям с головой. Ну, в общем, приятного нам аппетита. Алиса, пора кушать, дери курочку. Срочно. Смотри, местечковый спа-салон сразу же. Смотри, 60 минут массаж стоит 120 тысяч, это сколько? Это меньше 10 долларов. А у нас в отеле массаж 60 минут стоит, по-моему, ой, по-моему, не могу вспомнить. Ну, короче говоря, от 100 долларов стоит. Смотри, тут, в принципе, самый дорогой массаж 350 тысяч, горячими камнями ноги. Только время не указано. А у нас в отеле, кстати, бешеные цены на спа и 400 долларов есть массаж. Ну, правда, для двоих. Ну, короче, если бы, если бы это было как в отеле, и стоило бы столько, было бы очень классно. Пошли. Вот еще один нежганчик, о котором я говорила. Это подарки от заведения. Причем я могу сказать, что они нормально стоят. Нет. Такая красота. Девочкам принесли. Говорят, Алисова гимнастка, вы сегодня так красиво выступали, пожалуйста, съешьте. Так что, извините, тренер, так получилось. Худеть будем дома, да? Итак, что я хочу сказать. Хочу сказать очень важную вещь, что вот когда нам подарили десерты, по сути, по простой причине. Скорее всего, просто у всего есть срок годности свой, да, и ресторан, у него есть шикарная кондитерская, вы тоже во влоге ее увидели. Отель за этим следит. Но они могли бы утилизировать это все, а могут сделать очень приятное своему клиенту, при том, что цены на все эти сладости достаточно приличные. Сделать такой комплимент, и клиент понимает, что, ну, как-то чувствует себя, ну, прям вау вообще. Вот это тот самый эффект вау, о котором мы говорим. Мы часто не знаем, как удивить своего клиента, сделать ему приятным. Ну, такие неожиданности, такие подарки, они всегда делают вау-сервис. И поверьте, один из моментов, который, например, будут вспоминать дети об этом отдыхе, это помнишь, как нам принесли и подарили десерты. Вот поэтому отелю плюсик, ресторану плюсик, сервису плюсик. А для вас мысль наподумать о том, каким образом вы можете вроде бы не делать каких-то сверхъестественных вложений, использовать то, что у вас есть, но при этом делать приятное своим клиентам и дарить им вау-сервис. Это очень круто. Ровно год назад мы с Сергеем, когда уехали отдыхать, начали снимать влог на телефон. Вот приблизительно точно так же. Я страшно переживала изначально, что у нас нету классной камеры, вообще у нас вот все как-то не классное, это же будет как-то очень по-домашнему. А сейчас у нас есть классные камеры, короче, все есть, мы снимаем на телефон, вот прямо сейчас. И меня вообще это не парит. И это как раз, ребята, показатель того, что когда ты уже делаешь очень классный продукт и понимаешь его внутреннюю ценность, тебе средства, в общем-то, не всегда очень важны. То есть ты понимаешь, что, например, сейчас выбирая между тем, чтобы снять влог в принципе и не снять ничего, потому что у тебя нету гримеров, у тебя нету сейчас операторов, у тебя сейчас нету, вот ты не можешь поставить аппаратуру, никакой свет, это вообще все как бы уходит на дальний план. И я поняла, что сегодня, вот когда наш продукт более, ну не то чтобы более естественный, но мы можем себе позволить сегодня свой продукт добавлять в естественности, более натуральных, настоящих вещей, искренности. И именно это классно, потому что вот эта пластика постоянная, все очень идеально, идеальный кадр, идеальный звук и во всем постоянное присутствие идеальности, оно нас отходит и оно делает продукт вот таким, ну не очень настоящим. Это как женщина, которая слишком хороша, у которой все настолько идеально, что ты смотришь и как бы понимаешь, что тебе не хватает какого-то изъяна, потому что мозг, он вот такой вот. И я сегодня часто об этом думаю, когда каждый раз мне приходит мысль в голову о том, что, блин, надо сделать что-то совершеннее, я задаю себе вопрос, а на что я сама обращаю внимание, задавайте себе этот вопрос, что подкупает вас. Будьте прежде всего покупателем, для того, чтобы стать классным продавцом, нужно все время мыслить именно как покупатель, в позиции того, на что вы обращаете внимание вверх, вот. А вот и магазин, пошли посмотрим. Ну, кстати, Сережа, смотри, есть вкусненькие Нескафе, и стоят всего 5 тысяч, хочешь? Смотри, white coffee. Сережа очень сильно страдает, что здесь нету нормального растворимого кофе, оно такое, как, которое надо варить, вот, это он у них типа растворимый, в общем, это все в чашке плавает, вот в таких пакетиках, таких вот. Мы пытались сегодня купить банку Нескафе, но 10 баксов мы зажали за Нескафе обычной галимой. А тут кофеек вкусненький, можно купить что-нибудь. Ну, цены 9,5 тысячи, это сколько? Ну, меньше доллара. Меньше доллара, ну, то есть, цены очень приличные. Хочешь холодненький латте? Холодненький, да, мы хотим холодненький латте. Я, кстати, обожаю приезжать, ну, смотрите, кукуруза. Я обожаю приезжать всегда и заходить в супермаркеты и в аптеки. Ну, на Бали, конечно, это немножко не те супермаркеты, но что? Что-то надо срочно купить. Смотри, какие есть трубочки Орео. А, это печеньки мини, я думала, это трубочки. А это не трубочки. Мне лично, меня смущает, что здесь нету, ну, не в холодильниках все лежит. Как-то очень жарко, очень... Мы тут покупали фрукты, и они были просрочены. Это нехорошо. Поэтому смотрите на сроки годности. Всем доброе утро. Мы сегодня встали пораньше, все в тем утро напали, и мы успели сфотографироваться. Это был пуской бассейн. Все считают всегда, что красивые фотографии делаются просто так. Нет, это вообще страшный напряг, люди не вердятся. И мы пришли, чтобы сделать фото в этом бассейне, и нас не пустили. Сказали, что раз мы живем не в этом корпусе, мы не можем купаться в этом бассейне. Вот это вообще просто такое фу-фу. Вот какие-то такие мелочи говняные, что ты очень сильно портишь впечатление. Так что это минус, минус, минус. А мы пошли делать фото, красивое. Когда вы увидите красивое фото, просто думайте, что мне было в этот момент хорошо, хорошо. И я просто, как естественно, всегда сфельдами все не драла. Хожи по пляжу. Ну, кстати, мой любимый уступальник с рукавами, да? Уступальник с рукавами. Как хороший блогер, я не могу вам не показать, какую красоту мне подарили. Я пришла в номер, и мне вот написано, что, дорогая мисс Сирмилова, вот мы хотим вам сделать такой подарок, знак нашей благодарности. Я не знаю, за что мне такие кайфы, удовольствия, но это классная, красивая очень сумка, причем она продается в магазине, стоит достаточно нормальных денег здесь. Если это за то, что я активно пощу в инстаграме, то, собственно, берите эту фишку на заметку, если вы видите, что вас активно постят, благодарите. Очень-очень классно, очень приятно. Спасибо, Мулия. Так, ну, наконец-то шопинг. Девочки, пошло. Во-первых, цвет фуксия. Мы победили. Смотрите, девочки, цвет фуксия. Срочно. Нам надо срочно все. Фуксия балетки, 41 размер. Фуксия кошелек. И даже фуксия брелок. Hello! Так, ну, я не готова на питона. Смотрите, питон тут и шлепанцы с питоном. И сумочки из питона. И сумочка цвета фуксия, кстати, стоит она 1 миллион 800. Это 100... 100 с чем-то долларов с небольшим. Thank you. Я не готова. Питону, пошли. Так, ребята, вы уже в курсе, что у меня тут происходят неожиданные встречи. И сегодня вот мы прям встретились на моем балконе. У меня прям балкон со встречами. Волшебный балкон. Да, это Лена Швец. Мы с Леной познакомились. Она была ученицей в группе номер один. Когда-то у меня была такая коучинговая годовая программа для свадебных организаторов. Я думаю, что те, кто давно следят за мной, Лену... Динозавры. Помнят, да. Ну, кстати, динозавров очень много. И оказалось, что Лена живет на Бали уже полгода. Ну, переехали окончательно, да, этим летом. Так, расскажи мне, как ты оказалась на Бали? Ну, надо начать, наверное, с нашего прошлогоднего трипа. Вот, потому что нам с мужем стукнуло по тридцатке. Вот, мы сами из России. У нас двое маленьких детей было на тот период. То есть два с половиной и пять лет. Вот, нам стукнуло по тридцатке. И мы поняли, что пора что-то в этой жизни окончательно менять. Вот, прям так это нас эмоционально накрыло. Мы закрыли все свои дела. Муж у меня был в банке, он уволился. Я была в маркетинге, там работала с брендом Volkswagen, бренд-менеджером. Вот, и, соответственно, мы взяли детей в подмышку, собрали рюкзак, чемодан и отправились в полугодовое путешествие по Азии. Причем мы не понимали вообще точного маршрута. Мы примерно понимали, в каких странах мы хотим остаться. Вот, сколько будем. В общем, мы как-то ушли в поток. И вот у нас был Гонконг, потом мы переехали на Бали, потом был Сингапур. И все это завершилось в Тае, сначала на островах, потом на материке. После чего, конечно, кардинально все у нас поменялось. Муж нашел себя в новой профессии. Вот, хотя это была такая старая, забытая старая на самом деле. Просто все как-то почистилось, вернулось на нужные места. Вот, мы вернулись в Россию, ну и, конечно, окончательно поняли, что вот мы хотим жить. И Бали вот как-то нас зацепил. Вот, он нас как-то, знаешь, не отпустил. Он начал нам сниться, начал приходить у нас в каких-то сообщениях. Куда не открываешь Инстаграм, Бали, Бали, Бали. Включаешь телевизор везде. Ну, то есть какие-то просто вот такие вещи. Мы поняли, что мы хотим вернуться, нам здесь комфортно, нам здесь нравится. Настолько мы здесь себя чувствуем круто. И все, мы закрыли все там вопросы в России, взяли детей и переехали. Теперь вот мы островичане. А во время путешествия, вы когда путешествовали, за какие деньги? Это были ваши сбережения? Потому что людей интересуют, многие хотят. Да, да, бабло-то где взяли? Да, на какое бабло-то? Вот, ну, да, это были, часть это было сбережение, потому что я планировала поменять машину. Ну, и, то есть, соответственно, собирала деньги. В какой-то момент я поняла, что я не хочу пересаживаться на другую машину, а хочу, собственно, уехать в путешествие. Ну, и плюс, соответственно, когда мы уходили с работы, да, то есть какие-то там зарплаты и все остальное, вот, примерно мы за месяц, за два уже, наверное, понимали, что все, мы едем, поэтому там все максимально вот соединили, собрали и уехали. Так, вы сдали жилье, правильно? Квартиру, да, квартиру сдали. И сейчас вы здесь снимаете виллу у себя? Да, снимаем у нас дом, четыре спальни, двухэтажный дом. Сколько стоит жизнь на Бали, расскажи нам? Слушайте, Бали, это удивительный остров, на самом деле, и цены здесь очень разные. Вопрос чего? То есть, если в прошлом году, ну, так мы просто всех шокировали, я всем расскажу, мы жили вообще, ну, как бы в ГЭСТе, у нас был домик, вот, ну, это обычный домик, туда входило, то есть это было три бассейна на территории, достаточно красивая зеленая территория, туда входила уборка, туда входил лендри, то есть мы относили грязные вещи, забирали чистые, и это стоило в рублях порядка тринадцать, ну, и не буду в рупиях, чтобы людей это не пугать, потому что тут все в миллионах, вот, на самом деле, это все, это на самом деле очень мало, порядка там тринадцати-четырнадцати тысяч рублей, то есть в долларах, ну, сколько это, там, не знаю, шесть, ну, где-то триста баксов, меньше трехсот баксов в месяц, да, да, в месяц, ребята, вот, ну, сейчас, у нас дом, ну, мы так говорим, так как мы его снимаем на длительный период, и, опять же, нам остров помог, мы его нашли на второй день, когда мы приехали, то есть мы ничего заранее не букали, не бронировали, мы забронировали только номер на два дня, ну, на три дня для того, чтобы приехать, и, как бы, вот, за это время. Так, чем ты сейчас тут занимаешься? Чем я сейчас занимаюсь? А, ну, про дом давай зарасскажу, это прям насущный вопрос, мне очень многие пишут, сколько стоит снять, вот, если, соответственно, мы, ты снимаешь на месяц, это один ценник, если ты договариваешься сразу на год, два, три, то эта цена может в два раза, ну, быть меньше, чем, как бы, вот, то есть у нас сейчас дом порядка, там, ну, 500 баксов стоит. Это 4 bedroom, 3, ну, ванна и 3, ну, то есть, 3 туалета, 3 туалета, 2 этажа, огромное пространство, то есть, ну, как бы, нам достаточно. Капец. Так, чем занимаешься? Чем занимаюсь? Ну, мы, собственно, сейчас запустили такой travel направление, называется travel девичники на Бали. Это программа только для девочек, потому что, когда, знаешь, была в бизнесе, вот, собственно, с твоей такой подачей, не знаю, мне все тянуло в мужскую историю, мне интересно было, какие-то бизнес-кейсы мужчины, когда выступают мужчины, и вот у меня вот эта энергия очень затягивала. Сейчас я понимаю, что мне абсолютно это уже вот отпустило, а мне, наоборот, очень нравится женская энергия, тем более Бали такая венерианское пространство, здесь очень классная венерианская такая инская энергия, поэтому вот это travel девичник, где собираются только девочки. Программа, то есть, там такой баланс, это и про душевное, духовное, про рост, про снятие блоков, про раскачку женской энергии, про практики, йога. Ну, это еще такая сбалансированная travel программа, когда мы показываем остров с его таких нетуристических, грубо говоря, да, взглядов, когда мы отвозим в те кафе, которые, ну, ходим сами, как люди, которые живут здесь, ну, понятно, что они немножко в других местах кушаются, и общаются, тусуются. Вот, знакомим с людьми, кто живет на острове, такие же экспаты, как мы, которые тоже строят какие-то бизнесы, ну, то есть, это женщины, да, такие вот интересные, которые тоже могут свой какой-то опыт передать. Опять же, это вот некий такой нетворкинг полезный, но интересный взгляд со стороны. Вот, и, соответственно, ну, самое вот, самое главное, что девочки друг друга не знают. То есть, это вот... Откуда они берутся? Как это они формируются? Они из России приезжают? Да, то есть, мы набираем тур, да, то есть, мы на сегодня, ближайший тур у нас будет в начале февраля. Вот, соответственно, девочкам, кто эта программа заходит, им нравится, они вписываются вот в этот тур, и мы... То есть, они приезжают из разных уголков? Да, Украина, Россия, Казахстан у нас уже вот есть вписался, вот. А где живут? У нас виллы. Ну, то есть, мы... Как бы для нас важно все-таки комфорт и качество, то есть, это достаточно такие хорошие... То есть, они совместно проживают? Да. Да, это виллы, вот, причем виллы в двух частях острова. Первая часть у нас тура шесть дней, мы живем в Убуде, и оттуда двигаемся там по центральной северной части, и эта вилла в Убуде будет. А вторая часть в Ченгу, то есть, мы тут уже захватываем серфинг и южной части, все кафе самые известные, бич-клабы, тусовки. Так, сколько времени и сколько денег? Сколько времени? Ну, то есть, программа 12 дней. 12 дней денег, то есть, мы сейчас не гонимся заработать. Наша задача, мы хотим собрать именно такую тусовку, здоровая комьюнити, поэтому... Ну, и мы не сильно вкладываемся в маркетинг, поэтому мы, знаешь, вот сделаем супернизкий, как бы, я считаю, прайс, то есть, таких цен я на рынке не знаю, ну, чтобы... С такой программой, и с таким, как бы, качеством продукты, именно программа сбалансированная была, 990 долларов, ну, я просто в долларах буду, чтобы все было понятно, вот, ну, я думаю, что если кого-то заинтересует, и напишет мне в личку, мы сделаем какое-то еще. Ссылочка есть у тебя, сайт есть сейчас? Сайт есть, girlsandtravel.club, ну, я думаю, там... Ну, мы оставим внизу ссылочку, вы зайдете и посмотрите на всю информацию, то есть, вы прилетаете, откуда вы хотите, как хотите, за какие хотите деньги, бизнес-классом, на крыльях любви, правильно? Да. Как угодно, вот, а здесь уже сама вся программа с проживанием, с проживанием, 990 долларов, питание здесь дешевое, туда даже завтраки входят, а, даже завтраки входят, но питание здесь недорогое, ну, по крайней мере, вне отеля, так точно, кстати, даже в отеле, очень по приемлемым ценам, ну, круто, спасибо тебе большое, да, все, я оставлю Лену контакт, если вдруг кто-то захочет, мало ли, переехать на Бали, то пишите, правда? Конечно, поможем, она все расскажет, внедрится. Если вы недавно стали смотреть мой канал, то, возможно, вы не знаете, что я пишу книги, и вот такая книга-зажигалка, она есть уже у огромного количества людей, я так рада, что вы ее покупаете, вы ее можете продолжить заказывать, тем более, что она доступна сейчас и в электронном виде, но я не только пишу книги, у меня есть девочки, которых я тоже заставляла писать книги, и представьте себе, что это Лена Швец, моя ученица, я даже вот нашла ее книжку, моему наставнику, спасибо, что вдохновляешь, вы узнаете Лену, та самая Лена, которая сейчас живет на Бали, и та самая Лена, чью книгу я храню, кстати, храню книги всех девчонок, так вот, я очень много думала вообще над этой нашей замечательной встречей, и я поняла, что мне тоже страшно хочется приехать к Лене в тур, я обязательно это сделаю, но если вы захотите это сделать, возможно, сейчас, в феврале, может быть, чуть позже, мы связались с Леной, я попросила ее сделать какой-нибудь особенный подарок для тех людей, которые нас смотрят, поэтому я оставляю ссылочку вот внизу под этим видео с описанием ее программ на сайте, какие программы она делает, что это в себя включает, сколько это стоит, мы уже об этом, в принципе, говорили, и по ходовому слову, зажигалка, если вы его произнесете, скажете, вам на Бали подарят фотосессию, Лена сделает вам специально такой подарок, потому что, потому что мы друг друга очень любим, и я хочу, пользуясь случаем, передать привет всем своим девочкам, ученицам замечательным, когда бы мы с вами не пересекались, вы всегда в моем сердце занимаете особенное место, поэтому всегда пишите, звоните, я вам всегда рад, и отправляйтесь на Бали только клеем, смотрите, как замечательно. Чудеса продолжают совершаться вашими руками, я только что на консьерж сервис мне передал вот этот подарочек и открыточка. Написано, Оля и Сергей, спасибо за вдохновение, приятного отдыха, ваша подписчица с Бали. Блин, спасибо огромное, подписчица моя, ну напиши мне хоть кто-то, спасибо, невероятно приятно получать от вас подарки на самых разных континентах, островах, везде, где я бываю, спасибо вам за это, мне нереально приятно, ну просто. Буду смотреть, что там. Боже, как красота, тут всякие конфетки, карамельный какой-то красивый соус, боже, как их спасибо огромное, как неприятно. О, боже, это невероятный шоколад с перцем чили, наконец-то дети ничего не съедят. конфеты, и там еще мне печеньки. Спасибо огромное, огромное, огромное за эту радость. Пусть она вам возвращается, всегда вас поздравлю. Я happy. Happy. Так, друзья, ну у нас, как обычно, я говорила, что на Бали есть все, и внезапно, совершенно неожиданно, случайно, мы встретились с Оливией, которую я не знала до нашей встречи, но Оливия знала меня. Привет. Давай, расскажи мне, уже мы с тобой познакомились, расскажи мне о том, как мы с тобой познакомились, как ты со мной познакомилась, и чем ты вообще занимаешься, в общем, и вы тоже расскажите. Да, это отель. Все расскажем. Давно, лет пять назад, когда я жила в Италии, я организовывала праздники. Празники для русскоговорящих свадьбы, дни рождения, открываю компьютер, чудо-интернет, забиваю праздники, как организовать. И тут я попадаю на одно интересное видео, второе, третье, Оля Ермилова, книга, так, скачиваем, читаем, ночь, ничего, читаем, читаем, продолжаем читать, читать, за одной ночью прочитала всю книгу, пересмотрела все вебинары, пересмотрела все материалы, которые тогда были. А ты до этого не занималась организацией, или уже занималась? Нет, 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 я переехала в Италию, я еще тогда не очень говорила на языке, решила, что праздники мне нравятся. Ну, правильно, так многие девочки приходят в этот бизнес. Да, да, увидела огромную разницу в специфике. Если у вас, например, флористы все были ваши, то в Европе это абсолютно отдельно. Абсолютно другой подход, совершенно иные инструменты. И то, что делают в той же Италии на свадьбах, это вообще не подходит для нашего сознания, для нашего менталитета. И здесь, конечно, я смотрела на твои красивые свадьбы и думала, почему в Италии делают по-другому? У них такая красивая страна, но они какой-то ерундой занимаются, почему я хочу кока-коли, я хочу вот так. И потом 31 декабря, не случайные случайности, с утра в отеле, сонные. Это Валерия Милова. Это муж, дети, дочки. Так, подождите, подождите, они были маленькие. Одна дочка занималась кутоштиной гимнастикой, худенькие. Да, это они. Ну, видишь, как интересно все получилось. Но с тех пор уже прошло, сколько это лет было? Лет пять. Лет пять. А как ты вообще попала в Италию-то? В Италии я попала из Испании, а в Испании я попала из Швейцарии. Я училась в Швейцарии на отель-менеджмент, и это было уже третье образование. Но в Испании я переехала для того, чтобы сделать практику. Без практики не дают любому. Прожила два года в Испании, изучила всю страну, отлично говорила на языке и решила, работа меня не держит, семейная жизнь тоже. Надо что-то попробовать. Куда поедем? Во Францию, во Францию. Нет, поеду я в Италию. Да, лучше в Италию. Так. Милан никогда не любила, Флоренция слишком маленькая, Неаполь это сплошной маркет огромный. Я поеду в Рим. Да, я поеду в Рим. Нормально, я поеду. Я перееду. Не прямо сейчас, как-то еще не чувствую, в течение полугода. Я ждала вот этого внутреннего отклика. Есть, еду. Переезжаю в Италию и буквально через несколько месяцев я решила заниматься как раз праздниками. Что-то мне хотелось, внутренняя энергия, надо, 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 надо. А потом, в связи с новым романом, с итальянцем, но который, как и я, не жил уже несколько лет в своей стране, я приехала к нему в Голландию. Жила в Амстерляндии. Год. И после этого мы вместе приехали на Кипр. И перед переездом на Кипр у меня очень многое в жизни менялось. Был такой тяжелый момент, когда рушились все сферы жизни. Просто все, одна за другой. И у меня было внутреннее опустошение, как будто я чаша, но пустая. Тогда можно залить новую любую энергию. И в день рождения 33 я уезжаю в Индию. В сам день рождения. Все уезжают в Индию. Ты не первая, кто рассказывает про Индию на Бали. Ну-ну. И улетаю я из своего родного города, где бываю раз в год максимум. Но так складываются обстоятельства, что в этот день я в России, в Иванове. Долгий путь. Уже ночью следующего дня я оказываюсь в Индии, в Дели. И начинается моё путешествие. Я уехала на полтора месяца. Но опять судьба распорядилась иным образом. И происходит ситуация, у меня мама падает, ломает ногу, и мне нужно срочно возвращаться в ту же ночь. Я быстрее пытаюсь получить билеты, их нет. Затем у меня двойное гражданство, мама в Литве, а мой литовский паспорт в России, в Иванове. Меня никто не пустит в Литву, пока я не свежу. Откручиваю квартиру, ни у кого нет, кроме меня и родителей. Аня в Литве, а я в Индии. Это просто бег с препятствиями. Двое суток мне понадобилось на то, чтобы оказаться у меня в больнице. Я приезжаю, и в тот момент я уже чувствую, как я очень хочу взлубиться в астрологию. Я когда-то ей занималась, мне было интересно, и тут всё это само идёт, и у меня появляется женщина, я её называю духовный наставник, которая мне очень многое показывает, рассказывает. Она мне многое объяснила по Индии, она мне сама нашла школу, выбрала, где, у какого преподавателя я буду учиться. И в школе, кстати, были разные преподаватели из России и Украины, смешиваются онлайн. И я погружаюсь настолько сильно, что меняется всё моё сознание. Я пару месяцев, каждый день на рассвете читаю мантры. То есть это полный переворот из абсолютно логического, практического ума. Я перехожу в мир энергии. И в январе 2018 года, год назад, я случайно в Инстаграме показываю, как делаются натальные карты в сторис. И думаю, это так не интересно. Посмотрела свои видео, схемы какие-то, наверное, надо удалить, но кто это будет смотреть на эту семью. И вдруг мне начинают присылать даты рождения, данные, чтобы просчитать натальную карту. И я думаю, так, окей, очень интересно, что делать со всеми этими людьми. И это всё как снежный ком вырастает. Я тут же беру первого астролога в команду, второго, третьего, четвёртого. Мы начинаем обрабатывать это огромное количество карт. За прошлый год мы сделали 1800 индивидуальных гороскопов. Обалдеть. 1800. И это всё после случайного показа в сторис. То есть ты сделала из этого бизнес? Да. Да, сейчас мы показываем, какие предпосылки есть у человека, почему есть та или иная сложная ситуация, куда она пришла, что она несёт. Через закон астрологии мы показываем разные специфики жизни, что в них есть, почему порой мы идём против течения, каково это течение, и как нам правильнее, какие у нас и профессии, что у нас в Доме Личности, что у нас в супружестве, что по детям, что в доходах. Это всё абсолютно читаемо в карте. В моей карте 14 января прошлого года стал моей главной планетой Марс. Марс — это активные действия, это яркая жизненная позиция, это огонь, это стремление. С этого дня я начала делать натальные карты. Мой Марс стоит в Доме карьеры. Всё. Вот как ещё можно более доступно объяснить, как работает астрология. Сколько можно на этом зарабатывать? Зарабатывать можно очень много, абсолютно. Я уверена, что сумма в 50 тысяч евро легко достигаема при большом труде, при взаимодействии с собой и со вселенной 50 тысяч евро зарабатывать можно. Сто процентов. Как выглядит вообще твоя работа? Сколько ты времени этому отдаёшь? То есть понятно, что ты постоянно сама наполняешься, это я понимаю. А исходя из того, что ты отдаёшь, сколько это времени? Год моего взломанного аккаунта я работала очень много. В принципе, я даже лишилась отношений, потому что я полностью ушла вот в этот мир. Я искала, копала, изучала, как работает Инстаграм, какие у него принципы действия, какова эта площадка, какой это инструмент, как им препарировать. Что, я решила лично проверить всё, о чём говорила Оливия, но точнее не всё, а Оливия сделала для меня и для моих дочерей Наталью и Карден. Видите, я вообще ушла уже в космос и в астрологию, что-то в прошлом выпуске началась наша эволюция. Я надеюсь, вы посмотрели, кстати, прошлый выпуск, потому что он мега-классный и вдруг вот на Бали опять встречают человека и снова как бы тема такого внутреннего моего мира. Это астрологические карты. Что такое Натальная карта? Когда вводятся все наши цифры, когда мы там родились и, в общем-то, вот выглядит это таким образом. Делается вот такая карта, где где там Сатурн, где Юпитер, где в какой в чем знак находился. Значит, расписывается здесь, собственно, такой, ну, мой личный гороскоп, что называется. Для примера, например, восходящий знак Дева, кто помнит, я любится, но это, видите, разные совершенно вещи, я не очень, опять-таки, в этом понимаю. Написано, что Дева знак, связанный со стихией Земли, управляемой Меркурием, символизируемой Девой. Люди, рожденные под этим знаком, имеют практические способности, например, вести учет или мастерить вещи своими руками. Ну, вообще не умею ничего делать руками, не стоят, ну, наверное, я неправильная. Имеют слабое тело и спокойный характер, хорошо одеваются, надеюсь, и располагают к себе безусловной чистотой своего характера. Ну, чистота моего характера, не знаю, что это означает. Они понятливы, в коммерческой деятельности им сопутствует удача, спасибо. Они испытывают интерес к самым различным видам знания, любят поговорить, это правда, любопытны. В их характере присутствует импульсивная эмоциональная жилка, тоже правда. Часто занимаются искусством, музыкой, играет на музыкальных инструментах, занимаются рисованием, ваянием, не знаю, что это, конструированием, а также работой, требующей внимания к деталям. Для меня это все ад, то есть я ненавижу ни музыку, ни рисование, ни ваяние, ни конструирование. Этот знак указывает на задумчивого, восприимчивого, осторожного и пунктуального человека. Пунктуальность правда, беспокойного или нервного, не факт. Они экономны? Нет. Им не достает уверенности в себе, и они склонны испытывать колебания по поводу какого-либо своего решения, если сердце говорит им прямо, не говорит прямо, что оно хорошо. В общем, вот так это выглядит, дальше много всего написано. На самом деле, конечно же, стоит понимать, вообще, вот для меня очень сложно, как можно что-то сделать, потому что я, наверное, за свою жизнь изменилась раз 30, только которые я помню, и думаю, что еще огромное количество. И, безусловно, многие вещи, с которыми мы являемся врожденными, да, от рождения это дано, затем мы много в себе меняем, поэтому тут есть над чем работать. Над детьми мне, например, гораздо интереснее было это изучать. Хотя, там, где говорится хорошие вещи, о том, что я тут могу много денег зарабатывать, вообще тяну на это, быть великим человеком, конечно, нравится это читать. Так уж создан наш ум, что ему что-то нравится, а что-то нет. Но, Оливия, безусловно, очень интересная, светлая, личная, замечательная, которая подошла, кстати, ко мне во время завтрака, когда я сидела и кушала, она подошла, так и сказала, Оля, это же вы, да, я вот вас знаю. Это было очень прикольно, и вообще прикольно, мне очень понравилось путешествовать, очень понравилось всех встречать, я вам рекомендую зайти на страничку Оливии, подписаться на нее, почитать, поизучать, и, возможно, вам зайдет, потому что буквально на Бали, когда я ее увидела, у нее было 100 с лишним тысяч подписчиков, и страничку взломали, и она начала свой аккаунт с самого нуля, и очень была этим одухотворена, и мне кажется, это прекрасные люди, которые не боятся начинать сначала, и уверены в том, что все будет зашибись. Поэтому спасибо тебе, дорогая Оливия, так наша дружба началась, я думаю, что неоднократно еще мы будем пересекаться, мы сейчас, кстати, плотно общаемся, в общем, искренне рекомендуем этого замечательного человека.